друзья всем привет как вы знаете я некоторое время сейчас отставал из видео я сейчас нахожусь в израиле в этой центре и ближайшие пару месяцев видео будут выходить конкретно по деталингу то есть маляркой в принципе заниматься тут не буду потому что нет места и есть человек это наш земляк зовут его виктор он уже здесь работает сколько ты работаешь три года уже за три года он работает в израиле конкретно в деталинги это человек который мне сможет многое интересно рассказать я это смогу рассказать вам и он хочет в принципе заниматься развитием канала у него есть канал он пустует я надеюсь что я ему в этом помогу а он поможет мне обучиться рассказать друг 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 другу там он может рассказать максимально о том что можно сделать с автомобилями допустим сейчас мы будем делать это бмв она пошатанная даже в нашем понимании она пошла на ушата на ее мы будем в принципе переводить в чувство не знаю пойдет она под керамику или нет скорее всего она пойдет под керамику возможно да здесь и керамику покажем но в общем ближайшие месяцы мы будем рассматривать керамику типа керамики разный материал по керамике то есть что лучше что по цене примерно где стоит и так далее почему это керамика они это в случаях какая полировка нужен наждак не нужен наждак какие круги пасты тут работают миндзерная я попробовал поработать пару дней буквально мне она понравилась я любил фесту вы это знаете на миндзер на мне очень понравилось салон химчистки химчистки мой он есть очень много вещей которые хотелось бы рассказать вам поделиться мы очень хотим поделиться потому что мы не жадные в своих своих знаниях надо делиться открывать и расширять кругозор людей потому что допустим у нас в украине в россии возьмем допустим с такими машинами люди они обслуживаются в каких-то дорогих центр элитные до элитный центр и оттуда почему-то нету ни видео ничего люди как будто знаете он секрет и все мы никому не расскажем ничего не покажем а у нас есть что рассказать есть что показать хочется этим поделиться чтобы люди понимали почему и за что берутся такие деньги и как можно приводить в чувство уже такие потрёпанные машинки хотелось бы добавить еще один маленький нюанс после того как вы посмотрите это видео вы поймете действительно разницу между обычной полировкой которую вообще принято мнение мы мы знаем полировка то есть то что делаем мы здесь это кардинально корни отличается от того что вы увидите вот на этом данном то что обычно делаем то что мы привыкли считать полировкой это так замусоливание глаз и результат получается ничего мы тратим время тратим силы тратим нервы в итоге мы не зарабатываем и только делаем себе геморрой до результат какой то есть конечно но не такой допустим как здесь тут совершенно другой инструмент мы об этом инструменте слышали но мы им не работали потому что да блин это дорого а зачем а вот сейчас возьмем пару машинок и покажем зачем и вот на этой бмв она уже была полирована сейчас покажем а зачем брать дорогую машинку все можно такую шляпу сделать идти по прокате да здесь в этой стране на самом деле многие вещи прокатывает ну так как у нас заниженная стандарт а тут стандарты просто настолько пущены тут работают грубо говоря на таки это прокатывает но хочется делать хорошо потому что есть инструмент есть материал есть желание и есть самое главное машины и эти машины не дешевые по нашим меркам вы увидите много интереснейших машины это самая простая машина это самое грубо говоря такое же повозка на не интересная я при когда сюда пришел до стоял corvette z06 до приезжали пашки новые это а кстати еще пленочки 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 и я покажу у себя и ведь ты будешь у себя что-то делать обязательно вторая моя специализация на дополнительный сейчас сюда едет специалист из города москва делаем его реклама говорим да но мы все равно боже на бою sexy бро это чего есть свой канал тоже он приедет сюда я думаю на его канале тоже будут видео но это человек чисто по пленкам и вот и мне будет интересно он вообще тебя обучает едет меня обучает но обучена его папу я популярен до прихлевать знания силой нам не жалко то есть если есть люди которые действительно хотят учиться это очень хорошо потому что очень многие люди считают что они достигли определенного уровня и все вверх да да ребят это ошибочное мнение это сразу вам скажу нет пределу совершенства я уже напротив жени и 6 лет занимаюсь полировкой и каждый день и узнаю что-то новое потому что каждый день выходит новые материалы новые инструменты все новое мир не стоит на месте и мы не должны стоять стоять на месте нужно двигаться вместе с ними поэтому собственно об этом будет следующее видео но сейчас постараемся кратенько коснуться бою хотя может быть знаете честно скажу так видео пусть она будет и большим но мы сейчас максимально коснемся обширно а потом это все обширно будем рассматривать по кускам поэтому смотрите желательно целиком потому что сейчас покажем чуть-чуть инструмент материал по керамике может пробежимся коротенько ну в общем да все что делаем краткий экскурс все что тут будем делать мы сейчас коротко покажем а в дальнейшем уже глобально глобально будем рассматривать на более интересных автомобилях можно поднять ее на рейте что было видно как бы сейчас это включим на капот софит тут очень удобно что есть подъемник реально с подъемником работать в разы в разы просто удобнее мы можем прополировать все что нам нужно по высоте не пропускаем скажем так никакие моменты потому что мы смотрим на машины с разных ракурсов сейчас я подняли и будет офигенно видно с того крыла мне прям вообще понравилось машина прошла мой пластилина в принципе пластилин все это сделалось машина должна быть очищены и вот отсюда видно видно голограммы голограмма это разводы от полировки ну да в общем это косяки кто полирует я знаю что голограмма на черный убирается тяжело вот отсюда ее видно как то вот так вот хорошо хорошо вот этот косяк косяк он в принципе это происходит зачем потому что все полируют одна машинка есть для полировки больше не надо в основном посмотрите да посмотрите сколько машинок и это все для полировки тут их получается хоть и два вида но у них разные подошвы разные ходы разный размер разный размер разных ход эксцентрика и так далее у нас привычная машинка вот движется она постоянно без всяких там орбит дополнительных и из-за этого мы получаем голограммы вот элементарный flex flex 3401 это эксцентрикова орбитальная машинка это вообще это лучшее что могли придумать немецкие инженеры на мой взгляд я пробовал разными машинками работать это то на чем я остановился не хочу даже брать в руки что-то другое все что у меня есть от рупеса это только фартук спасибо им за ему мы покажем разницу как что во вращениях и так далее но это машинка именно доводочным то есть на ней мы заканчиваем полировку средней и мягкой но этой машинкой также можно 0 но это займет гораздо больше время мех работает на всем привычные обычные это было сейчас полировку двумя двумя кругами двумя типами машинок затем обезжириваю одну финиш и убираем затем мы наносим на керамическое покрытие crytex мега 8 предварительно обезжирив автомобиль подготовив а без пыли вообще мега 8 это мы коротко скажем так сделаем короче на секунду это тут чего желает клею чтобы отскакивала вода чтобы машина не так не сильно пачкалась есть защитная защитная десятка девятка восьмерка на более гидрофобная семерка имеет маленькую защиту и средний гидрофоб но по гидрофобу самый сильный 8 8 он самый такой прям лютый и действительно вода просто отскакивает от него есть также периодически using fine lab это американская компания конкретно этот для виниловых пленок и ппф антигравийный прям написано ппф да но также есть их керамика для лакокрасочных покрытий то есть light топ то почему сейчас она дешевле по ценой политики там разница 5 долларов она дешевле на 5 долларов это несущественно но результат край так сдает сумасшедший блеск сумасшедшую глубину цвета света и с ним гораздо легче работать нежели с файла потому что файла при нанесении его немножко тяжело располировать здесь есть свои нюансы с край так сам надо работать немного быстрее прям очень быстро носить маленькими кусочками там 30 на 30 результат это просто в сравнении это не стоит мы проводили это сделали половину этим материалом половину этим и вообще небо и земля хотя он достаточно хорош и имеет право быть и мы им работали полгода этот длинный срок довольно таки она на на лекс это это немецкая компания классный материал 3c 3d вот вот это у них прям топовая такая линейка он обалденный сумасшедший карамель такая машина как будто бы дизайн облита карамелькой блестит но как-то так сложилось что вот мы пришли на край такс он кратокс это россия это москва б к хим в чем плюс это керамики они они создали всю линейку здесь присутствует не все они создали для лакокрасочных покрытий они создали для стекла для резинок ты покрываешь колеса для дисков отдельный сегмент у них для кожи для алькантары то есть для всего что есть вообще для всего автомобиля и у них еще есть линейка для яхт у них есть линейка для самолетов пусть но эта компания на специализируется только на керамике если взять допустим nanolex они выпускают много чего выпускают то есть как бы и полировальные системы и там всякие материалы для чистки химчистки файл об точно также они используют полировочные системы полировочные посты эти ребята делают только керамику и вообще уважаю компании которые узконаправлены потому что они да да это очень круто но также у нас есть там материалы angel wax тоже шикарная вещь там различные там начиная от обычного вакса хотела их вакс обычно сложно назвать потому что он сумасшедший просто работе рабочая связка подходящих их на самом деле тут очень много но это именно топоров которые сейчас будут работать это для мензерна хэвидка хэвидка компаунт 400 очень абразивная паста есть обозначение и шкала шкала это режеще это сколько блеска к ней дает и так далее то есть блеска больше чем способности резать то есть это под овчину это поролон скажем так в этой связке это это паста убирает глубокие царапины выводит машину там на 95 процентов а это паста дочищает убирает остатки от меха и уже придает блеск да и убирает возможные голограмм потому что как бы можно нарезать я уже особо не зацикливаюсь на этом ну иногда бывает чуть-чуть неправильно поставить где-то может проскользнуть одна голограммка это страховка чем мы можем пройтись 3 500 но я не думаю что у меня не обходилась опять 400 уходит очень много пили в канистре чисто да нас она была в канистре куда-то убрали нас тут вот она вот и 500 она идет таких же литровых бутылках супер финиш есть это 3 500 есть мензерна 3 800 по блеску какая шкала максимальный блеск да если вы готовите машину на выставку или хотите чтобы она блестела идеально когда 3 500 это для вас но опять таки на предварительно должна 3-4 шага отполирована различными пастами различными связками различными губками и вот тогда только она даст максимальный блеск это кох химии да это для 33 500 и 800 финальные пасты есть различные пасты или там пасты круги поролоны педы разной жесткости каждый тип лака подбираем отдельно потому что невозможно в одной связке работать все машины к самое основное тогда то есть желтый мех мир к кохе ми жесткий пед это как бы самая основная связка уже дополнительный можно второй слой проходить на этом можно на этом можно более мягкие где-то у нас есть там желтый цвета есть оранжевый да это как бы тут о очень долго даже не видел ну а подок можно рассказывать там сумасшедшее количество есть микрофибровые поролоновые нарезаны нарезаны кубиком полосочками треугольничками треугольничками это кстати вот есть такой пет зеленый он создан специально для керамического лака это самый лютый пет который встречал своей жизни он он очень жесткий он очень люто пилит и лучше даже чем овчина на уровне с овчины овчина вообще по своим свойствам у нас совершенно по-другому работает это если посетить семинары популировки там вам они расскажут все но это именно адовый те кто работают овчиной как правило не работают наждаками им он просто не нужно нет необходимости ребята то что вы привыкли наждачить не надо вы тратите кучу времени вы снимаете большое количество слаг автомобиля клиента что большое но все равно делайте лишнюю работу по сути и большую работу но и все-таки те 5 микрон там до 5 микрон конструктиве наждачка или те которые мы снимем полировкой полтора максимум вами заушу полировку за всю полировку это имеет значение да и вообще не всегда нужно наждачка ребят только когда там если здесь да если вы не умеете красить и у вас получился горит тогда без этого не обойтись а если заходит нормальный автомобиль который просто причесали на мойках так мы его причешем в обратную сторону сделаем укладочку и будет красиво кататься довольны довольны клиент можно показать и по вот после овчины потом вторым слоем третьим слоем типа и вот разница видна то есть можно поделить здесь пройти все овчиной здесь еще с одной губкой здесь со второй губкой ну да и попробовать допустим здесь просто губкой как у нас общепринятой да попрошу сильно не уделять внимание у нас есть один человек который здравствуйте добрый вечер снежки не лекарство ну реально потому что сложно работать с иностранцами они не понимают что надо себя тихо вести поэтому иногда будут лишние звуки разговоры смех не обижайтесь не обижайтесь мы просто устанем вырезать а еще много будет ругать потому что мы будем их очень сильно люто ругать нам с ними очень сложно работать потому что они элементарных вещей не понимают другая ментальность ребята ну ничего страшного мы профессионалы смирились давай пройдем так община и весь кусочек потом добьем кусок как положено а здесь просто якобы как положено как как вообще принято в украине и россии ручкам я все сделаю да типа красивая полировочка классные качества это может 400 тоже взять я понял предпродажная подготовочка наносим немножечко мензерны открываем пробочку предварительно и очень важный очень важный момент ноги забавят обязательно хорошо взболтать бутылку перед использованием потому что абразив оседает много пасты не носим обратите внимание сколько он на несколько я приблизляю то же самое количество и у него немножко больше площадь и поэтому немножко больше сделал но когда ты привыкаешь к мензерне ничем другим ты не хочешь работать мы все прошли школу трема а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 лучше, быстрее и качественнее. Снимаем ленточку? Да, давай, снимем. Сильной разницы, я думаю, не будет. Будет, будет. А возьми чистую, или это чисто есть? Это чисто и есть. Давай, сейчас я добью. Просто грязной микрофиброй можно ушатать то, что можно нацарапать. Можно нацарапать новых. Это под правильным расположением фонаря. Мы видим, что здесь маленькие такие камеры. Я на камеру честно не похожу. Камера сложно передает. Есть микрофибричка такая, как микро паутинка, которая осталась от меха. Если мы смотрим сюда, то здесь она идеально чистая. Ну, если не брать в учет, то есть царапины глубокие, которые очень глубокие. Давайте наждаком надо убирать. Да, но опять-таки я не приверженец работы наждачной бумагой, только в крайних случаях, потому что, ребят, ну, не надо, не навредить. Должен быть девиз полировщика. А, подожди, давай этим же гранчик, гранчик, паста другая. Теперь берем на другой круг, другая машинка, другая паста. Разделяем скотчем и проходим. Да, проходим вот этим. Скотч, скотч. Ну, давай часть какую-то. Ну, вот эту. Я думаю, может разделить эту, чтобы глянуть еще раз. Окей. То есть не всю ее просто наполировать. Мы посмотрим реально на разницу. Кто-то наносит пасту на круг, кто-то на элемент. Я привыкно, это не имеет разницы никакой. Главное, это все размазать. Главное, конечный результат какой будет. То есть нанести они сразу наложили, идем, выкидываем ее с элемента. Посмотрите на разницу в движении. Эта машинка, она вообще, в принципе, не греет. Она греет? Ну, не так интенсивно. Не так интенсивно, да, она нагревает. На ней сложнее получить протир. Фактически невозможно, но есть люди, которые умудряются. При желании можно сделать все. Если работать с моментом, то довольно-таки безопасно. И потом постепенно повышаем обороты, когда паста уже размазана. Вот после нее не будет голограмм вообще. После поролона в принципе уже не было, но это окончательно исключает вариант. Но с этим движением исключена возможность получения голограмма. По процентам. Абсолютно в корне другое движение. Тут движение в принципе такое же, как на наших машинках, которые мы зачищаем. Только тут эксцентрик, он беспрерывно вращается. То есть его невозможно остановить так же, как у моей любимой машинки Festool Rotex. То есть это тот же движение Rotex, но без возможности поля отвода. У него немножко другая орбита. Чуть-чуть она отличается от пневмогических. Да, у него орбита больше. Но плюс-минус, да, чтобы было легче понять. Да, принцип движения просто. Ну, границ, а вот так, честно, и тут границ офигенная. На камеру разницы видно не будет вообще. Ну, результат честно. Давай снимем этот теперь скотч и посмотрим то, что привыкли делать мы. Быстренько-быстренько пробежались без наждака. Типа продаж. Сейчас возьмем салфетку с алкоголем. Очень рекомендую. Очистить. Да. Ребята, используйте изопропиловый спирт. Я его использую и рекомендую вам. Он очень классно снимает остатки пасты. Да, остатки пасты и можно увидеть, где вы недополировали. Да. И остаются некоторые разводы, но потом берем сухую тряпочку, портер, и все, у вас чистенько. Зато вы знаете, где вы что делали и как. На первые три пальца внимания можно сильно не обращать, но явно видна разница. Вот между вот этими местами разница, ну, чуть-чуть больше глянца. Ну, риска как была, так она и есть. Она никуда не делась, потому что мы ее просто не резали. Здесь риска срезана, да, он глянец, и результат, конечно, абсолютно большой. Ну, и текстильно мы ощущаем, что, конечно, есть разница. Шершавый автомобиль, хотя предварительно был сделан там с клин, и здесь как бы он гладит и приятный такой на очередь. Теперь точно так же. Сейчас делаем всю машину, и потом будем работать с керапикой отдельно. Отдельная тема. Продолжение следует... Сейчас мы приступаем после полировки к нанесению нано-керамического покрытия. Автомобиль был отполирован, обезжирен, нам нужна свежая тряпочка, то бишь новая тряпочка, нам нужна нано-керамика и аппликатор. Аппликатор мы делаем тряпочки, и точно такие тряпочки нарезаем, крепим их, и очень хорошо. Предварительно сбалка. Аппликатор это такая мягкая губочка. Губка у нее здесь прорезит, куда эта тряпка втыкается. Вообще есть, продаются салфетки, я знаю. Продаются, да, это все стоит денег, не стоит на это тратить много денег. Сколько капель? 8-10 капель размачиваем аппликатор. И вот таким движением, видите, у нас жирный след, и делаем небольшой квадратик 40 на 40. Разносим это. И создаем кристаллическую сетку. Плавными движениями, никаких резких движений, никаких круговых движений до конца располировываем. Эта восьмерочка, она обладает гидрофобным эффектом. Она пылеотталкивающий эффект. Видите, я много нанес, можно немножко больше растянуть. Сколько? 30 секунд? 30-40 секунд. Суть в чем? Вот сейчас камера вряд ли это передаст, но начинает образовываться такая радуга, как бензиновая радуга. Знаете, когда бензин открытый, в канистре мы видим вот такое. Так, тряпочку без давления и вообще три пальца еле-еле располировываем. Ребят, не снимаем материал, есть многие, которые давят сильно. Легенько располировываем, снимаем излишки. В принципе, технология нанесения ничем не отличается от конкурентов. Многие компании, в принципе, наносятся плюс-минус одинаково. Плюс-минус, да, есть какие-то там технические временные промежутки. Какие-то нано не очень любят гореть, высокие температуры. Если видно, я сейчас аккуратно пальцем примерно показываю зону, где проходит линия. Это зона, где есть нано, где оно отсутствует. Да, реально чуть-чуть чернее стало. Ну, значительно чернее, скажем так. Вот, вот, четко видно линию, даже я так вижу через камеру. То есть вам по-любому не видно. Ну, и очень важно, соответственно, когда мы сейчас, допустим, будем делать стык, соединение, то есть вторую часть, чтобы этот стык у нас был заполнен материалом, можем немножечко внахлёст, это будет, я думаю, даже немножко более правильное. Плавными движениями разносим. Вот появляется бензиновое такое свечение, оно мутнеет. Накладываем тряпочку и ручкой так, нежненько, без особых усилий. Напоминаю, это очень важно, чтобы, то может оказаться, что там нано и нет, потому что вы сняли всё. Ну, какая-то часть, конечно, останется. Хорошее внимание уделяем вот этим зонам, потому что оно немножко заходит. Мы спойлеровываем нано, оно заходит, поэтому немножко заходим и мы с тряпкой на зоны, которые прилегают, чтобы у нас не было грубых кристаллов. Обработали кусок. Теперь делаем вот так. Ну вот, в принципе, как мы можем видеть, у нас уже половина капота. Полную обработку машины в одно лицо, часа полтора, я думаю, всё. Да, я думаю, за минут сорок можно справиться, с учётом того, что перекуры. Вот видите, это зона, то, что я хотел брать. Вот немножко вылазим. И сейчас я, когда начинаю располировать, материал заходит. Поэтому немножечко охватываем большую площадь, для того, чтобы у нас результат в конце был очень красивый. Что же там? Машина не совсем идеальна по своему состоянию. Она вся посечённая. Да, полировка не выручила её. Да, она была когда-то крашеная, причём крашеная так. Как умеют красить в Израиле, не очень хорошо. Да, значит, в Израиле она вся полупленная. То, что белые точки, это всё пробитые до грунта участки. Она реально вся такая. Тут пока просто направление показать, то, что будет. А в дальнейшем видео поразбираем это всё на отдельные куски. Мы подберём какую-нибудь хорошую машину интересную и на ней покажем, когда действительно это имеет глобальный смысл, то, для чего это нужно делать. Ну, выставим правильный свет, всё правильно, чтобы было более понятно. Чтобы картинка была ясна. Здесь это делается чисто гидрофон, ну, защита от грязи. Да, от грязи, чтобы человек легче мыло её, чтобы у неё не было проблем. Хотя, ну, эту машину по-хорошему её просто надо загнать в камеру. Перекрасить. Вышкурить всю, закрасить, перекрасить, да, и тогда она будет иметь хороший вид. Ну, вот как-то так. Вот, в принципе, у нас половина автомобиля. Как капота. Половина капота, да. Уже можно наблюдать уже такая гладкость. Ну, как бы он ещё сырой, скажем так. То есть, его полная параметизация происходит там через две недели, когда он полностью закристаллизировался, и он становится твёрдым. Но сейчас очень такая гладкость. То есть, через час он уже будет... Эксплуатация у него там что-то часа три, да, и можно... Или больше. Что именно? Мыть. Нет, несколько дней там указано не мыть. Две недели не мыть. Нет. Две недели не мыть полностью, да. Две недели автомобиль не моется. А полить воду можно через три часа. То есть, через три часа просто шланг из стакана вылить, чтобы увидеть эффект. Да, это можно. Ну, как-то в таком вот росте будем работать в ближайшие... В ближайшие пару месяцев по видео. Пока я здесь находиться буду в Израиле, будем снимать в этом духе. А может быть, что-то будет по покраске, не обещаю, но... Глобально, да. Глобально коснёмся полностью детейлинга. Будут салоны, будут диски, будут подкапотные отсеки. И всё в этом духе. Увидите на канале, будем развивать его канал. Жадан детейлинг канал называется. Я оставлю ссылку в описании, да. Пока что канал ещё пустой. Но я ему буду, по возможности, помогать. Я буду за это очень благодарен. Хорошо, ладно. На этом всё. Всем спасибо вам. Пока.